Все пассажиры и экипаж вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси погибли при крушении. Об этом сообщил глава иранского общества Красного полумесяца Пир Хосейн Калеванд в эфире иранского телеканала. Отмечается, что после многочасовых поисков спасатели обнаружили потерпевшее крушение воздушное судно. Инцидент с вертолётом президента Ирана Ибрагима Раиси произошёл накануне днём. По предварительным данным, он совершил жёсткую посадку в районе Верзиган в иранской провинции. Вместе с главой иранского государства на борту вертолёта также находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек. В воздушной колонии президента было три вертолёта. Два других, в которых были сопровождавшие Раиси чиновники, в том числе главы Минерго Алякбар Мехрабиан и Министерство дорог и городского развития Мехрдад Базарпаш, благополучно добрались до места назначения. В район чрезвычайного происшествия направили десятки поисково-спасательных бригад. Работа стала затруднительной в связи с плохими погодными условиями. Отметим, что покойный лидер Ирана Ибрахим Раиси в 19-летнем возрасте поддерживал свержение монархии во главе с династией Пехреви и активно участвовал в исламской революции 1978-79 годов. Он был одним из инициаторов культурной революции Ирана по тотальному возвращению образа жизни страны и общества в нормы шиитского ислама. С 1989 по 1994 год Раиси занимал должность прокурора Тигерана. В 1994 году его повысили до начальника генеральной инспекции Ирана. С 2012 года по просьбе высшего руководителя работал прокурором специального духовного суда. В мае 2017 года стал кандидатом на пост президента Ирана, но проиграл конкуренту Хасану Рухани. Раиси участвовал в очередных выборах в июне 2021 года при поддержке верховного лидера, фактически не имея серьезных конкурентов. Являлся сторонником еще большей исламизации высших учебных заведений. Во внешней политике взгляды Раиси были более умерены, чем у других иранских политиков. Раиси принадлежал к ультраконсервативному политическому крылу. Он был сторонником жесткой линии в отношениях с Западом, при этом не возражал против восстановления Иранского ядерного соглашения. В своей предвыборной программе Раиси уделял основное внимание таким вопросам, как снижение уровня бедности и борьба с коррупцией. Обещал построить 4 миллиона новых домов для нуждающихся за 4 года.